А теперь достало время бомжи-обзоров с Честером Э. Бомжом. Сегодняшний обзор... Паранормальное явление 2. О мой бог, это самый лучший фильм, что я когда-либо видел! Фу! Спойлеры. Есть один фильм, паранормальное явление, он про женщину, в которую вселился дьявол. Конец. А теперь есть сиквел, и он про семью, сестры и той женщины до того, как это всё случилось. Разве это технически не делает этот фильм приквелом? Почему они назвали его вторым, когда он происходит до первого? Разве он не должен быть 0,5 с половиной? Ну ладно, всем пофиг, он страшный! Как и первый фильм, этот фильм концентрируется на страшных вещах, которых вы не видите. Добро пожаловать в мой мир! Я всё время вижу страшные вещи вокруг себя, но никто их не видит. Например, я постоянно вижу парня по имени Капитан Хауди, и никто его не видит. Не так ли, Капитан Хауди? Я накажу тебя. Ну и семья расставила камеры слежения по дому, потому что кто-то ворвался в их дом и перевернул всё вверх дном. Но он ничего не украл. Какой тупой преступник? Что он делал? Просто ворвался в чужой дом и под воздействием кислоты сломил приход? У кого такое вообще бывало? Так вот, камеры сняли все странные вещи, происходящие ночью. Открывающиеся и закрывающиеся двери, страшные страшные тени и вещи, передвигающиеся сами собой. О мой бог! Это Каспер! Я предупреждал их, что нельзя снимать так много сиквелов, а это его разозлило. Тайминг! И вот отец типа, тут ничего не происходит. А мать типа, тут ничего не происходит. И сестра типа, тут ничего не происходит. Единственные, кто знает, что здесь что-то не так, это мексиканская няня, маленький мальчик и собака. То есть, все, кроме белых взрослых людей. Почему белые взрослые люди никогда не понимают, что происходит в фильмах ужасов? Тут призрак! Нет, его нет. Итак, они подозревают, что один из членов семьи, вживший давным-давно, был связан с дьяволом, и он пожертвовал ему первенцем мальчика. Почему им всегда нужен первенец-мальчик? Они что, откладывают золотые яйца? Я однажды отложил золотое яйцо. Нет, это была какашка. Всё равно было вкусненько. И вот демон хочет селиться в кого-нибудь в этом доме, и он гонится за матерью, и демон затаскивает её в шкаф и захватывает контроль над её разумом. Ты кей-мастер? Ты обкурилась? Похоже, это работа для мексиканской супер-няни. И отец типа, я думаю, демону нужен наш сынок, что же нам делать? А супер-няня типа, мы должны передать демона кровному родственнику. Ой, да проще простого, я передам его её сестре. Это решит наши проблемы. Дорогая, можно мне демона? Ладно. Спасибо. С днём рождения, сестра жены. Спасибо. Конец. И теперь демон получил младенца, и он может получить эти золотые яйца. Какая счастливая концовка. О, погодите, это самый страшный фильм, что я видел в жизни. И мораль истории в том, что если злой демон предложит вам злую сделку, просто скажите. Мне нужен адвокат, чтобы проверил условия. Будь проклята система правосудия. Ой, она уже проклята. Это Честер Эй Бомж, и я говорю, Мелочь. У вас есть мелочь. Ой, ну ладно, вам дайте мелочи. Давайте, я взамен отдам вам своего первого сына. Не второго, я его уже отдал.